Поклонников киберспорта, StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай, экспрессы на ряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и банды команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГП КОП. Ты точно знаешь, кто победит. Что же, друзья, вновь я рад вас приветствовать на матче команд Ньюбиянг и Rush B. С вами Старский. Покинула нас Дарья. Дарья, пожелаем здоровичка. Не смогли мы вывести на двоих. Затащу вам в Соляру, друзья. Надеюсь, вы не расстроитесь. Надеюсь, не опечалитесь тем, что покинула нас прекрасная Дарья. У нас с вами в любом случае осталась Дота. И ради нее мы сегодня с вами здесь и сейчас собрались. Огр Маги и Лайфстилер вновь для Rush B. Анну нужен этот самый Лайфстилер. Он в себя верит именно с Элэсиком. Верю, понимаю. Это хороший выбор. Но Слардар и Рубик у команды Ньюбиянг. Что значит Рубик за Ньюбиянг? Так это значит в ответку снова не получит свой Эклипс от Луны. Если Луна, конечно же, зайдет на этой второй карте. Но я думаю, что Ньюбиянг придумает что-нибудь свеженькое для Rush B. И чем-то нас удивят. Но особенно с учетом того, что Шадоу Димон отправился в небытие. Забанили Шадоу Димона на стадии драфта. На стадии бана. На первой же стадии бана. Без шансов забрать себе. Минус Драгонайт, минус Дарксир, минус Андерлорд. И, как я уже сказал, Шадоу Димон, повторюсь. Варлока, Пака, Бэтрайдера и Арк Вардена отправляют в бан Ньюбиянг. В общем-то, вот они, два героя, которых добавили в последнем патче в ЦМ-мод. Оба они находятся в банлисте. Джиггернаута добирают Ньюбиянг. Дизраптором отвечают Rush B. И как-то бодренько распикиваются команды. Такое ощущение, что они уже все знают про эту карту. И уже готовы в нее завозить. Но, возможно, и так. Возможно, все. Так, Rush B, Ньюбиянг, Map 2. Друзья, у нас, кстати, это не последняя на сегодня карта. У нас будет еще один матч. Я вам возьму на себя смелость наполнить. Braveheart против команды Рок отыграют чуть позже. Но, как только, я думаю, закончится это Best of 3 противостояние. Что же касается матча Ньюбиянг и Rush B, то у нас с вами, возможно, решающая карта. Если, конечно же, Ньюбиянг выигрывает эту вторую карту. Если будет ничья, то будет и третья решающая. Тут уж нам никуда не деться. Пока же могу сказать одно. Все происходящее на экране меня несказанно радует. Мне нравится выбор этих героев. Мне нравится то, что делают команды. И, по крайней мере, они не пытаются подстроиться друг под друга. Они навязывают свою игру. Вот привыкли Rush B играть от Анана, от его Lifestealer, так они упорно это и делают. У меня единственный вопрос, а что будет, если товарищи из Ньюбиянг на первой стадии бана, вот вместо какого-нибудь Бэтрайда или Арквардена, отправят в бан Lifestealer. Что тогда делать Анану? Queen of Pain для Rush B? Ничего себе. Лин научил ребят, заставил ценить этого героя. В Early, Meet, да и в Late Game тоже квапа, как мы уже выяснили, разваливает кабины в легкую. Ну и предстоит команде Rush B себя на этом герое проявить. Но Omni Knight с нерассеивающимся репелом переделан был герой, переделана была его механика. Развеять теперь можно только Guardian Angel, но репель развеять вообще ничем нельзя. Кстати, пофиксили Purification, чуть меньше дэмэджа, чуть меньше хила, но и, по-моему, кулдаун там тоже подкрутили. Так что Omni Knight все равно остался хороший, веселый хилл машины и не стоит его сбрасывать со счетов. В бане Clockwork вот этот неприятный Clockwork, который так развлекал Newby Young в мид-гейме. Ну и Rush B отвечает банам Outward Devourer. Но вот снайперочек-то остался, тот самый снайперочек, которого заказывала нам Дарья. Надеюсь, она сейчас смотрит этот матч и тоже держит кулачки за снайпером. Я бы на снайпера посмотрел. Ну, для меня, конечно, снайпер, как для непрофессионального игрока, это убийца исключительно Манки Кингов. Пока еще ни одну игру я Манки Кингу на снайпере не проиграл. Обычно приводит это к возгоранию неких мест у Манки Кингов, но сделать они ничего не могут, когда их с РНЖ более тысячи расстреливают. Что уж тут поделать. Но мы знаем, что Манки Кинга нет пока в Кэптенс Моде, а значит, это... Если снайпер, то явно не против МК. Аксевича добирают Рашбик. Кстати, вот вам и еще один хороший инициатор. Парень, который заставляет бить себя. Такой, знаете ли, очень-очень нездоровый парень. Со странными фантазиями. Говорит, бейте меня, я этого хочу. Я вспоминаю мемчик, я хочу, чтобы ты ломал меня. Но в случае с Аксом происходит наоборот. Вроде бы ломаешь ты его, а ломает он тебя. Shadow Fiend SF у нас заходит на ласт пик для команды Ньюби Ян. И мы их поздравляем с великолепным выбором героев. Что же, сильный мидер, который готов и с Квапой побороться. Ничуть не хуже выглядит и легкая линия, ну и сложный Слардар. Кстати, интересно, пойдет ли Акс сложную или будет опять с ваплайнами от Рашби и попробуют они что-то там зафантазировать вновь на стадии Орлигейма. Но, по крайней мере, у ребят получается однозначно. И себя они проявляют уже как достаточно грамотная команда. Команда с фантазией, с Толикой такой интересной реализации драфтов и задумок своих. Посмотрим, как сложится у нас все на этой второй карте. У нас классическая пауза. Надеюсь, что у ребят все хорошо. Никто из них никуда отсюда не исчезнет, никого не выкинет из дотки. Скрольчик, нулек и скрольчик. Я не пойму, а что, неужели на ЦМ нет возможности подзакупать вещи, как это делают на АП? Но, судя по всему, нет, судя по тому, что ребята этого не делают. И только сейчас начинают приобретать артефакты активно. Кстати, варды, тё по классике, смока, в смоках бежать вардить, судя по тому, что у Акса именно один обсервер, то он бежит его втыкать. Причём втыкает не так, чтобы заблочить появление крипов, а чтобы просто дать себе вижен. Да, действительно, леса изменились, стало очень страшно с этими лесами иметь дело. Оттуда легко выйти за гангой. Так что желание Акса оставить себе такие защитные варды, которые не позволят его унижать, желание хорошее и оправданное. ЖЗВ. Есть у него два тангуса, три ветки. Так, ну, видимо, одна ветка запасная, две ветки, чтобы тангуса поесть, чтобы эффективнее было это дерево поедание. Очень похоже на какую-то секту. Сразу вспоминаю, я не ем мясо, я питаюсь силой дерева. Ну и хочется обратиться за помощью сразу в такой момент. Тулей. Также есть Хилинг Селф, есть Тангус, он тоже готов размениваться с первых минут. Апсервер Сентри Вард, четыре тангуса. Ну, от Ронга, пожалуй, стандартный выбор, Ронг меня здесь ничем не удивляет. И звучит Горн. Забирает руну СФ-чик, судя по всему, Квапал, Айвстилер и Омни Найт. Именно так должны распределить между собой руны команды и... И Тулей не забирает руну. Он и оставляет. А, вот так вот, посмотрите на этот мув. СФ делает ТП. Ну, тратят 50 монет, чтобы заработать 100. По-моему, что-то не то делает Лин. Как-то в математику не совсем грамотно. Ох, какая огромная получается статистика. Вы посмотрите, изменения. Теперь вот так это выглядит. Еще инвентарь добавился. А почему только инвентарь одной из команд? А почему Ньюби Янг не заработали на свой инвентарь здесь? Вальв, ну, что-то не то с тобой происходит. Ладно, будем считать, что это какие-то мои забаговки. Вот здесь инвентарь обоих команд я вижу. Обеих команд, наверное, даже. А вот тут вижу инвентарь только одних, ребят. Ну, да ладно. Будем считать, что так оно и задумывалось. Вот Вальв. Жадный Вальв. Не хотят показывать обе нам команды. СФчик. СФчик в миде не один. СФчик в миде с ронгом. И тут и дабл мид от обеих команд. В итоге у нас остается Аннон на своем лайфстилере против Омни Найт от Тулея. И четыре девятки его здесь прикрывает. Ну, а на топе у нас обратная ситуация. У нас Акс один, а товарищ Ли его бьет. Нортон зарабатывает валюту. Ну, уже Слардар отсюда прогнали. Слардар без лица, кстати, ушел. Ушел прямо на Тоникова. Можно было и остаться фидануть. Ну, мое спайк-шоу продолжается. Спасибо. Спасибо за эту миру. Но, что поделать, друзья. Уж простите меня. Как-нибудь попытаюсь это пофиксить. Может быть, попробую запуститься с другого провайдера. Но это маловероятно. Ибо лагов к Твичу нет. Есть лаги только исключительно. С китайской доткой Тулей проблемы могли бы быть. Но тут репел. Репел не рассеивающийся. В этом, собственно, репеле Тулей убегает. Но, да, Тулей не взять. Он быстро резово. И пока останавливать тебя нечем. Нет, какой-то Эбисолом. То и этот парень чувствует себя безнаказанным. Квопа. Ну все, у Квопы нормально. Она будет зарабатывать здесь деньги. Судя по ее нетворцу. Судя по ее кда, точнее. У нее все хорошо. И ситуация вряд ли поменяется. Ласхиты есть. Крипстат улучшается с каждой секундой. И еще и даже забыковать себя позволяет. Вот так. Просто потому, что сзади вышел Огр Маги Игнайт. И есть фаербласт. И в таверну отправляют товарища Лина. Вот так вот через Игнайт. Через фаербласт. И через очень дерзкую Квопу. Забирает первую кровь Раш Би. И они умеют удивлять. Эти ребята действительно хороши. И не скажешь, что они уважают этого соперника за имя. Нет, они берут дубину потолще. И начинают наваливать Ньюби по хребтинам. Хорошее начало. Прям действительно более чем забавное и интересное. И посмотрим за развитием событий дальше. Но я думаю, что Эрли Гейм должен пройти все же поспокойнее. Сейчас нет никакого смысла много драться. Тулей опять репел. Но там бежит навстречу еще и товарищ Огр Маги. Я думаю, что будет погибать здесь Омни Найт. Рон хочет сделать хороший краш. И, кстати, краш успешный. Но при этом Тулей закроет 4 девятки. Это минус 2-0. 2-0. Это счет хороший для команды Раш Би. Ну и что будет дальше? Даже не знаю. Но как минимум команде Ньюби Найт нужно стратегию поменять. Не стоит ходить и умирать туда, где вас ждут. Здесь Аксевич будет воровать опыт. Действительно вкусно. Можно продомогать Ли и заставить, собственно, крипов бить именно Аксевича. Крипы Акса бьют Акс, крутится у Акса все хорошо. Денежки зарабатывают. Уууу, пробил-то Ли больно. И после этого болта нужно отсюда бежать. На фейт наносит много дэмэджа. Пытается еще и поднять его, что ли? Нет-нет-нет, так нельзя, так не работает. Так же сейчас заюзает свой фонтан. И, кстати, судя по всему, действие святыни, оно не нарушается. Акса не нарушается никак. Собственно, оттычик врага улетает отсюда. Рубен бросает на хайграунде Акса. Но, разумеется, курьер уже летающий. Так что ничего страшного. Но время, время выигрывает очень много. Сейчас вот этим мувом Рубик. И я просто смотрю в эти безнадежные глаза Акса. Просто грусть, печаль и тоска. Его бросили здесь. Он никому не нужен. Никто за ним не придет. Анан. Пытаются здесь на отводе подфармить. Ну да, крипам не нужно давать, отнимать опыт Анана. Если нейтрал добивает. Были какие-то изменения. По-моему, с 30 на 50% опыт поменяли. Раньше было совсем мало. Сейчас чуть лучше. Но все равно не хочется оставлять крипов нейтралом. Может, лучше либо... Может, лучше самому добрать. Так, попроще будет. Анан, кстати, может и подстрелять. Да, 9-9 его охраняет. Но 4-9 он тоже не всемогущий. Он может еще и умереть здесь. Этот самый Анан. И размен опять находит Квапа. Ну что такое? СФ пошел пофармить лес. А тут откуда ни возьмись. Приходит 235 демо. Просто добивает, видимо, разбитое лицо СФ-чика Квапа. И это изи фраг. Не поучаствовал даже в нем товарищ Огр. С чего я делаю вывод, что у СФ дела идут не то, чтобы не очень хорошо. А это прям совсем уж плохая ситуация для товарища СФа. 3-0. Две смерти. Две смерти за СФ-чиком. Мне кажется, пора начинать паниковать. Пора задуматься о том, что ты делаешь, товарищ Шедофинт. Нортрэм. Нортрэм с шестым левелом. То есть, Омни Слэш в наличии. Можно постараться Омни Слэш отдать. Вопрос в том, что вряд ли подставится Акс под этот Омни Слэш. Но, во-вторых, у Акс уже 920 хп. Сейчас, я думаю, что еще левел 2. И все наладится. У Аксевич он вообще перестанет думать о том, что есть Омни Слэш. Нет Омни Слэша. Пошел, поставил Ле хороший вард. Но Акса он этим вардом не увидит. Акс остался в темноте. Акс, значит, дофармит спокойно. Мог бы попытаться еще раз Ле как-то помансить, поразводить Аксевич на полеты в небеса. И вполне возможно. Я не удивлюсь, если Рубик сейчас сюда вернется. Далее наглец. Так, параллельно еще и Слордара там развалили. Кстати, развалят, возможно, и дальше. Этулей, Этулей. Что там по репелу? Репел есть, значит, не будут. Не будут убивать быстро. Но не понимаю я сейчас действия команды Ньюби Янк. Уже 4-0 в пользу команды Рашби. И Рашби как какой-то снежный ком. Они не собираются останавливаться. Они как покатились под горку, так и колбаской катятся. И катятся, создавая все больше проблем. Тулей, Тулей. Он не видит здесь стоящего гормага. Это ночь на дворе. Есть хороший стан. Есть Игнайт. Уже замедлен Тулей. Нужно давать себе репел и бежать. Но он даже без репела хладнокровно справляется. Как дела у Аксевича? Акс под Вардом. Палится. Здесь троица команды Ньюби Янк. И они сейчас могут просто пойти и начать разбивать Аксу лицо. Ронга поджигает. Он должен был сделать правильный вывод. Он должен был понять, что в курсе о происходящем, ребята, из Ньюби Янк. Требуется перетяжка. Сюда нужно 2, а то даже 3 ТП, чтобы спокойно подраться. Но Ортрам есть Омнислэш. Омнислэш есть. Тут 1020 хп. Стиков нет. Но есть инфюжет рейндроп. Что тоже приятно. Сложная ситуация сейчас для Акса. Да, он делает правильное решение. Он идет встречать крипов. И Омнислэш! А где ТПшки? Где сейв ТП? Сюда на топ. Ни одного сейв ТП нет. Файри Файер прожимает. Но тут же погибает Акс. Я считаю, что это продажа. Но там еще параллельно от СФа отваливает склопа в миде. Перехвалил, похоже, Рожби. 4-2. Польза команды Рожби. Два фрага дают на ровном месте. И так игра не выигрывается. Вы должны быть мобильнее. Вы должны успевать. В таких моментах. Вот Огр имеет. Точнее не имеет, наоборот. ТПшки. Без ТПшки Огр бесполезен. Ну и Дизраптор, у которого ТПшка есть. Он также не полетел. Очень плохо. Для команды, разумеется. Рожби. Сентрика тут вроде бы в наличии нет. А значит можно... Ну, можно немножко погулять. Огру. Ронга нашли. А вот Ронг уже догулялся. Слардар выйдет гулять? Да, выйдет. Но только минуток через... Не минуток, через секунду. Двадцать. Хотя, какой стан подвоим? Ну что же вы сделали? Зачем вы пошли обниматься с этим парнем? Непонятно. Ну, хорошо, что хоть не погибли. Это уже радует. Ли стоит и пытается получить свой шестой левел. До шестого... До шестого полуровня. Но, по-моему, не получит. Ну, на этот раз, да. На этот раз отыгрывают надежные ребята с команды Рожби. И это пятый фраг. Тем временем, Анан. Анан в Армлет идет. И до Армлета тут не хватает немножко. Здесь Айрон Вилл. Здесь Блейдсов Атак. 5-2. В пользу команды Рожби. Напоминаю вам. А Анану остается 2 минуты. Я думаю, к 12-й появится Армлет. Здесь сейчас есть Крепочек, которого стоило бы убить. Но решила Анан сделать на этом Крепочке отвод Анан. Но что-то пошло не так. Для стаков тоже рановато. Все же на 10-й минуте Крепы. Не появляется. В общем, Анан что-то сделал. Но, наверное, сам не совсем понял, что. Хотя в Туллея вгрызается. Есть ультимативная. 9-9-9. И на краю стоит Омни Найт. Ничего не может сделать. Не поднял Анана. Не дал Анану добрать товарища Туллея. Но добрал-то его Дизраптор. Собственно, Дизраптор даблкил. Оформляет Рубена тоже. Таверна отправляет. 7-2. 7-2 в пользу команды Раш Би. И я могу сказать одно. Все те, кто любит ставить на первые 10 фрагов, скорее всего, заливали именно на Ньюби Ян, как на более опытных ребят. Так ставить кто может не заехать. Акела промахнулся. Раш Би делает уже 7 фрагов. 7-2. Хорошее начало игры. Но главное здесь не закидывать. Давайте взглянем на Нетворсы. Спасибо табличке Кеда за то, что нам видно все Нетворсы идеально. Нотрам 5300 имеет на руках. Это первый Нетворс на карте. 4900 СФчик. 4700 Квапа и 4700. С разницей буквально 8 монет идут товарищ Лавстиллер и Квин оф Пейн. Я бы сказал, что в графиках все хорошо и у той, и у другой команды. Третья позиция Тулей. Хардовый омник. Он, разумеется, отстает. Но это понятное дело. Ему не то, чтобы прям уж очень легко фармить. Ты либо фармишь с помощью, не знаю, перификейшна. И при этом на тебя выходит у тебя нет перификейшна самого себя засейвить. Либо ты фармишь рукой. Тогда у тебя проблемы. Кстати, здесь могут быть не только у Тулей, а здесь воруется, как я понимаю, кинетик филд. Да? Ли? Что-то... Нет, Глимс. Соряныч. Да, тут же лицо нарисовано. Лицо, возвращение. Что-то я... Тормозной путь включил серьезный. Ну и Анан поддавливает. Два саппорта. Нужны сейв ТПшки. ТПшки пошли. Да, врываться. Нужно Аксевичу. Нужно агрить. Анан, Анан. Ну, как больно здесь. Нет, Анан молодец. И он под Нортома единственное, что поставился. Нортома вернули. Он отдал. Он не слэш, как я понимаю. Он не слэшом добрал 9-9. В этой спайке я не увидел анимации. Но Нортрома забирает. Джей Зи Дабилю. Ну и это действительно классный Кин оф Пейн, который может еще и постараться здесь с ССФом справиться. ССФ остался. Попал под агр и будет погибать. Рейки Мессоллс к колдауне. И минус Шадоу Финт. 10 фрагов от Рожби. Я думаю, что где-то сейчас талеет маленькое съедалище одного из любителей делать ставки. Но никто не ожидал такого. Хотя, вру, я ожидал. Я говорил вам, Рожби оправдывает свое название. Они действительно дерзкие. Они могут ошибаться. Они могут где-то не доигрывать. Но в плане агрессии они дадут 50 очков любому. Абсолютно любому коллективу. Они мне напоминают неопытных МВП Фениксов. Те тоже были любители поагрессировать. Правда, делали это немножко поразмереннее. Но как-то взвешеннее, что ли. Подходили к своему пику. К анализу острых сторон врага. И под них не подставляли. Здесь же мы видим, может быть, Йола Гейминг от команды Рожби. Но, тем не менее, хорошие задатки. Убирает Транквилы в свой допстэш товарищ Аксеевич. Не знаю, чем Вольф не понравилась старая вариация. Мне и старая казалась неплохой. Но решили переделать. Решили снизу перенести вот сюда вбок. Сделать вместо горизонтальных вертикальных. Вертикальные вот эти вот ячейки. Ну, Аксеевича. Все хорошо. Но есть смысл. 4 секунды не работают сабаги после перекладки. Из одного вот старого ранца в, собственно, непосредственно в стэш. Но это быстрее, чем 13 секунд. Кстати, можно было бы и сейчас это юзать. Но, по-моему, Макс просто не доконтраливается. В любом случае, он близок к своему даггеру. До даггера три соточки. Три соточки это хорошо. Это, по крайней мере, быстро. Под обсервер вардом команды Юби Янг бегают сейчас в Рожби. Они об этом не знают. Но у нас самая свежая информация. Мы видим игру сверху. И понимаем, что здесь происходит. Так, Тулей. Мог бы загулять, если бы... Хотел сказать, если бы у 999 был ультимейт. Так вот, Статик Шторм откатился. А значит, есть вариант принятия Omni Night'a. Тулей опять может... Может куда-то зайти не туда. Пытается она нахарасить. Перификейшн бьет неприятно. Чистый дэмэдж. Я вижу, что Акс с Ронгом встретился. Ронг минус армор накинул. Вот такому Аксу не очень приятно. Коррозив Хейс снимает слишком много. Помило меня это перемещение. Да, вот же. У нас же еще переместили вот эту строчку вниз. Но мне нравится Вальв. Сначала делают плохо, потом делают хорошо. И все довольны. Какой же хороший ультимейт. И Omni Slash'a хватает Нортрому. Ну, 12 левел он получил. Это единственная причина, по которой он смог забрать Аксевича. Ну, а на топе догулялся Omni Night. 999, статик шторм. Я говорил, что так оно и будет. Здесь не надо быть Вангой. Здесь не надо быть каким-то супераналитиком. Здесь хватит даже моих 3К, чтобы предположить, как убить Omni Night. А так оно и произошло. Ошибочка. На ошибки едет. Но Тир 2, тем не менее, падает. Тир 2 команды. Рожби в размен на Тир 1 команды Дьюби Янка. Они в любом случае в плюсе. Ну и на графиках у нас видим преимущество Рожби. Небольшое. Тысяча монет. По экспириенсу за ними тоже тысяча. Но это не серьезно. С учетом того, что у вас Тир 3 начинает падать под напором крипчиков. Что-то нужно менять. СФчик приобретает себе Shadow Blade. Ну и нужно теперь дождаться какого-нибудь красивого реквиема из Инвиза. Реквием из Инвиза. Это хорошая штука. Это неожиданно. Это очень больно. Если ты занял красивую позиционочку где-нибудь в обнимку с командой Рожби. Но и надо думать о дальнейших артефактах. Просел немножечко. Мы видим здесь товарищ Лин. Он же Лин. Типнотик. И по таким никнеймам вы его можете знать. И меня смущает то, что Ронг фармит вражеский лес. Забирает вражеские руны богатства. Это печально. Для команды, разумеется, Рожби. Они много отдают сейчас команде Ньюби Янк. Что делать ребятам из Ньюби? Наверное, пользоваться ситуацией по максимуму. Выжимать из нее все возможное. Зарабатывать деньги. Фармить леса. Фармить руны команды Рожби. И самое важное, наверное, не драться. Потому что Омни слэша нет. Кого-то нашел Аксевича. Нашел он Рубена. И закрывает. Хороший ставится статик шторм. Великолепная работа. Ронг здесь тоже должен погибать. Он отстанился. Но этого не спасет. Минус 3. Как же круто. Распорядил своим ультимейтом. 9-9-9. Он просто умничка. До свидули. Минус 3. Легчайшее просто. И посмотрите на этот косарь дэмэджа. От статик шторма. От андерстрайка. Ну, браво. Просто браво. Запер. И никуда не дал дец. Команде Ньюби Янк. Расстрельны были как в тире. Она все еще без дезолятора. Но это 18-я минута. Простительно. А так-то дела идут очень даже бодро у лайфстилера. Что у него воруют? Воруют рейдж. Но рубик в рейджа, конечно, неприятно. Но явно не потому, что он тебя затычкает с руки. Нет, неприятно. Потому что ты на него выйдешь. Постараешься его убить. А он нажмет рейдж. И просто побежит весь такой неуязвимый. Вот это гораздо менее приятно. Вот инвентарь. Можно посмотреть команды. Рожби. Такие вот артефакты в инвентарях хранятся. Орхид уже у Клапы есть. У Клапы сколько сверху монет? У нее 879. Это, кстати, хороший показатель. Ну и посмотрим, что же у нее Би Янк. Так, Яша почти готов. Баттл Фьюри. Мекка. Все здорово. Кроме того, что где-то подставляется. Умирает АСФ. А он просто под Акса подлез. Анан расковырял его в мгновение ока. Но сейчас и сам Анан будет наказан. Армлет был выключен, как я понимаю. И это сыграло злую шуточку. Ну что ж, 15-5. И размен был хороший. Но Джиггернаут на топе погибает. Нортром, да хватит подставляться. Что же с вами не так, Ньюби Янк? Не с той ноги вы встали. Или что там? Крокодил не ловится. Не растет кокос. Но нельзя так. Просто нельзя. Останавливает Тулея. О, Гармак. Хороший станчик. Нужно дать еще и Игнайт. И Акс с Агром, который, разумеется, проходит сквозь репел. Добивать тоже можно будет. Гвардиан Энджел не спасет. Но тут отстаненный Акс бежит. Бить Каленблейд. Ну и в таверну. Отправляет товарища. Омни Найт. Ушел Слардар на дагере. Даггер аут. Всегда спасет от проблем, если тебе даггер некому сбивать. А там, собственно, даггер сбивать было некому. 17.5. GZW. 2000 на руках. И что по талантам. Вот этот парень берет кулдауны. Минус 12% перезарядки способностей. И интересно, сможет ли он заработать столько же денег. Появятся ли у него какие-нибудь быстрые Актарины Шивасы, Линки. Не знаю, Хексы. Все будет зависеть, я думаю, в первую очередь от тимфайтов. Но с уменьшенными кулдаунами, вы знаете, этот парень опасен. Кстати, Аганим тоже, наверное, хотелось бы увидеть. На квапе Соник Вейв пока слишком слаб. 380 с дэмэджа. Хотя 404 с учетом интеллекта. Можно попробовать, можно попробовать все же Аганим сделать. Там и интеллект будет. И плотности себе квапа добавить 1300 хп. Это немного. Ну и что по графикам. 4000 по деньгам, 5000 по экспириенсу. В пользу, ребята, из Rush Beam. И знаете что? Кажется, в их жизни все идет неплохо. Все фармят у команды Ньюби Янг. И это минус, кстати, когда у вас в лесу ошивается сразу 10 человек. То вы, разумеется, денег там заработать не можете. Мешает SF фармить Джиггернаут. Джиггернаут мешает, что там какие-то остатки с барского стола поднимать им не на эту. И в итоге новые артефакты появляются слишком медленно. Ну и Rush B. Этот опасный лайфстилер, он на пик своей формы выйдет уже, я думаю, минуты через 4. И тогда убивать его будут прям нереальные трудности. Вот почти готов дезолятор. Там еще шлифануть все это дело Кераса. Ну хотя Кераса за 4 минуты не появится. Я тут, пожалуй, немножечко приукрасил. Маленький врунишка. Старским. Нет, ну минут 8 понадобится. Я думаю, Анна, но все будет зависеть от тимфайтов. Но сейчас заработаю денег на Rush A. Есть 3-2 вышки. Это тоже деньги. Ну и пока Rush A падает от команды Rush B. Развлекаются очень серьезно на бот-линии NewBeyang. NewBeyang старается запушить здесь сторону. Строения сил света укреплены. Возможно, даже Rush B после Rush A попытается ворваться туда, на этот тауэр. Хотя они не успевают. Нет минус армора какого-то хорошего. По Roche очень долго его бьют. Юзается скан. И можно было бы лететь все вместе на святыню, если бы не одно но. Клопа убежал на топ. Тир-2 вышка пала. И все. На этом все закончилось. Скорее всего, вряд ли NewBeyang поднимутся на хайграунд. Идти на тер-3, когда у врага есть... Есть... Аегис, это не самое лучшее решение. Тут и в принципе-то драться будет непросто против команды Rush B. А вот под Аеги это точно смысла никакого. Анан. Что у него по талантов? 5 ко всем атрибутам соглашусь, пожалуй. 25 к урону и 200 к здоровью. Но я бы, наверное, даже в этой ситуации, может быть, даже хп-шку брал. Хотя 25 дэмэджа сыграет с ним злую шутку. Они могут ему помочь с одной стороны отхиливаться, с другой стороны там рано или поздно может появиться какой-нибудь бэмчик. Дэмэдж не всегда хорошо. Да нет, пожалуй, лайфстилеру все же дэмэдж. Что пока там никаких бэмчиков нет и гипотически они не появляются. Надо уходить в дэмэдж быстрее. Отхиливаться. Краешка в самом задевает. Берсерк Колом товарищ Аксевич и Берсерк Кол, который нельзя, к слову, развеять. Это очень важно. Приносит еще один фраг. 250 здоровья или 75 к урону. Акс, разумеется, берет хп-шку. Интересно будет посмотреть в папочке на Акс, который соберется в какой-нибудь скорость атаки и дэмэдж и возьмет себе 75 к урону. Тулей. Не успевает взять руну богатства. Еще и агрит его. Статик Шторм. Да что ж ты за хитер-то такой. 9-9-9-9, но не успеет. Кстати, убить не успеют совсем, от слова вообще. Берсерк Кол нужен новый. А где команда? А где в этот момент все основные дпсеры были? Ну вот в виде видим, как Анан без лица пытается спастись. Ну а Егис разменивать не хочется настолько просто. Что будет дальше? Опен ваунс. Вампиризм 50% от урона. Анан очень неплохо сыгран. Он смог за счет опен ваунсом выживать. Вот и дэмэдж помог. Скорее всего. Нет, он взял хпшку. Ну ладно. Значит, урона просто хватает. И... Нортрам. Тулей. Какой агр по двоим. Макс просто аннигилирует. Проблемы серьезного Тулей. Нужно что-то сделать. Но он под Орхидом и под Орхидом. Получает кучу дэмэджа. Нортрам справился с Огрымагом. Пытается уйти. И, кстати, уйти это сможет. Догонять нечем. Влетает такса. Еще один Берсер Кул. Да что ж вы лезете в обнимку. Минус два. Минус Тулей. Минус Нортрам. Даблкил от команды Рашби. И серьезные проблемы с Иурубена. Рубик дэнает его. Ронг. Ааа. Больно. Просто больно. И итог боя. Тысяча монет для Рашби. Минус 355. Команде. Ньюби Янг. Ньюби Янг посыпались. Пожалуйста, верните этих пацанов. В игру у них что-то пошло не так. И хорошо, что там еще Дэна и Рубик прошел. Было бы неприятно столько денег отваливать команде Рашби. Рашби имеют 4 с небольшим тысячи. По экспириенсу, кстати, увесистей преимущество. А оно к 7 тысячам с небольшим движется. Ну и уровни, уровни, уровни. 16-й уже Аксентий. 250 кпшки. Это лучшее решение для Акса. Да, он здесь роль мяса танка. Выполняет. Ему нужно врываться. А вот Блэдмейл еще увеличит его жизнь. Его выживаемость в драке. У Квин оф Пейн. Выбор будет либо хпшка, либо дальность атаки. Но я думаю, что в данной ситуации стоит брать именно хпшку. И по-моему, по-моему это был Смок. Он разревелился. Нет, это Ронг умирает. Нет, точнее Ронг вырывается. Умирает, разумеется. Джей Зи Дабл. Хотя проблемы могут быть еще у СФчика. Ультимейт хороший. Опять Статик Шторм. Опять Кален Блейд. И возвращает Ронга. Глимс не дает Ронгу сделать тэп-аут. Ронг в таверну. Пророческие мои были слова. То, что Ронг умирает. Действительно, два в одного. Разменчик такой себе. Для команды Ньюби Янг. Конечно, минус по Квапе хороший. Они выигрывают кучу времени для себя. Еще 40 секунд Квапа будет сидеть в таверне. И, разумеется, байбэк она делать не будет. Она в здравом уме. В трезвой памяти. Ано Нопен Ваун. С Нортрому не то, чтобы приятно. И он вынуждает себя нажимать Блэйд Фьюри. Он прекрасно понимает, что такое Дезолятор. Что такое Армлет. Там дэмэджа овера много. Хотя Анан заигрывается. Анан. Анан, где твое шестое чувство? Ну, за тобой ведь пошли. Анан. Верное решение. Сесть в Крипа. А теперь нужно... Нужно звать помощь. Потому что сейчас Анана вытащит оттуда. Да. Ошибается. Очень жестко. Очень грубо. Поскольку Аеги нет. Анан зря, наверное, так забыковал. Он пытается подраться. Ли украл Инфеста. Просто в Инфесте заивейдил. Врыв от Анана. И это ошибка очень грубая. Это 1300 монет. За троих буквально 2 минуты назад столько получила команда Рожби. Но я не могу ничем это объяснить. Мне кажется, Анан просто заигрался. Это чрезвычайная вера в себя. У тебя нет вижена на топе. Ты вообще не понимаешь. Ну вот он, вижен команды Рожби. То есть ты вообще не знаешь, что здесь происходит. Здесь могут быть, не знаю... Здесь может быть команда Ньюби Ян. Здесь может быть артиллерия, танки, все что угодно. Ты не узнаешь об этом и Риперов Соулс. Ух как! Ну это вроде бы был не двойное. По-моему, Джейзи Дабл Ю успел стереть товарища ССФ-чика. И подставляется еще Рубик. По одному погибать не бросим. Видимо так говорят нам ребята из команды Ньюби Ян. Мы все же команда. Команда и фидить должна пятером. Не знаю, не знаю зачем. На ошибки команды Рожби Ньюби Ян отвечает своими же грубейшими. Соберитесь парни. Хотим доты высокого уровня. И я верю, что от этих команд мы такую доту увидеть можем. Шесть тысяч по деньгам. Десять тысяч по экспириенсу. Команда Рожби пойдет вперед. Что по артефактам? Агадим появился у Квапы. Полторы тысячи сверху на руках. И скоро двадцатый. Скоро интрига будет по новому талантику. Шестьдесят золота в минуту. Разумеется, есть у Огра. Эти шестьдесят золота в минуту. Рано или поздно ему принесут. Кримсон Гвард. Загадка Якс. Находят Тулея. Омни Найт. Но тебе-то нельзя было умирать. Уж точно Тулея в таверну. 46 секунд без Гвардия Нэнджела. Без Репела. И без возможности, судя по всему, дефить Три Тауэр. Я не верю, что команда Ньюби Янг может задефаться без Омника. Но зачем ты там стоял? Что ты там хотел увидеть? Что за кино показывали на том самом лесном экране? Ронг. Спрятался. Спрятался Ли в, собственно, Инвиз от Шадоу Блэйда. И сейчас может зайти попытаться дать хороший реквим. И подставляется. Зачем куда Джиггернаут? Ну, разумеется, в таверну. Но почему они ходят по одному драться? Я не понимаю. Анан Рейдж прожат Ли погибает. Лин просто не подходит к драке. Он понимает, что делать там ничего. Хотя уже нет статик шторма. У Квапы откатилась ультимативная. Я думаю, что сейчас Ронг проверит себя на прочность. Нет, даже без ульты справляется GZW. И ощущение такое, что этот трипл килл, который сделал Анан, это последний стрик. В этой игре, мне кажется, Ньюби Янг могут сдаваться. Нет, они, конечно же, не напишут ГГ прямо сейчас. Но потеряв вторую сторону, вполне возможно, что заветные буквы все же будут напечатаны. Я не верю, что эту игру можно перевернуть. Здесь просто поплава. 11 тысяч по деньгам, почти 15 по экспириенсу. Выйти ранее от команды Рожби. Это серая лошадка. Да. Минус две стороны. Буквально за две минуты. Казалось бы, все еще идет неплохо. И есть шансы зацепиться за игру. Но серия ошибок, серия вот этих вот ненужных смертей, когда ван бай ван идут драться. Хотя нет, это не ван бай ван, это один против пятерых. Это вообще какой-то, не знаю, берсерк просто раш. Я пойду подраться один, я пойду постою за веткой один. Я поверю, что меня не видят, что команды нет обсервер вардов. Но Рожби обсервер вард поставили хороший. Сделал отличный фраг Акс. И знаете, мне кажется, сейчас кто-то станет миллионером. Чувствую, что на Рожби тоже заезжали ставочки. Но, опять же, ничего не закончилось. Нас, скорее всего, в случае победы, опять же, Рожби точно будет ждать третье решающее. Но и Ньюби Янг, возможно, даже как-то отстреляются и откидаются. У них, в принципе, есть чем откидываться на стадии дефа с его хайграунда. Но это единственное, что если до мега-крипов дотянут, вот тогда я уже не очень верю. Все же Нортрому придется. Хотя почему? У него лишь лайфсила, наверное, не хватает, чтобы все было в ее жизни хорошо. Вместо 10 урона он брал хпшки, взял 6 брони вместо скорости атаки. То есть он понимает, что нужно выживать. Дэмэдж пока наносить необязательно. Ну и я, кстати, с ним солидарен. Здесь главное не фидить. Ну и что же, смог выход от Ньюби Янг. Они идут в спину и, по идее, могут цепануть того же самого Огра. Ронг. Ронг. Ронг станет. Ронг неплохо. Ну а дальше-то, что будет здесь? Поднимает небо Аксевича. Езжается Гвардин Энджел. Зацепил он, разумеется, Нортрома. И уходит СФчик. Уходит из-под рассказа Джей Зи Дебалл. Джей Зи Дабл. Но, правда, ненадолго. Его здесь стирают. Ли ворует и отдает в ответочку Соник Вейв. Неплохо сыгранно. Уже минус 2. Лопается также здесь и товарищ Тулей. Ронг отстанил. Пытается спастись. Но Ронга останавливать уже нечем. МГГ написал СФ. Победа команды Рашби, друзья. Вот так. Вот так очень феерично. И на кураже команда Рашби доводит игру до победного конца. Но я говорил, это команда Сноубойл. Это команда, которая, если цепляет, уже не отпускает. Это такой своеобразный Бульдог. Тим Бульдог действительно цепляется в горло и до конца. Друзья, небольшая реклама музыкальная. Нас будет ждать третья решающая карта протестания Рашби и Ньюби Янг. Ну и прежде чем мы уйдем на небольшую рекламную музыкальную паузу, вот вам статистика по игре. 17 тысяч дэмэджа от Квапы, 17 тысяч дэмэджа от Лайфстилера. Неплохо был Дизраптер. Тут немного дэмэджа, но мы видели эффективность его статик штормов. И 11 тысяч навалил Акс. В общем, красиво, вот что я могу сказать. И с удовольствием ухожу на небольшой перерыв, чтобы вернуться на одну из самых, по-моему, великолепных и неожиданных китайских матчей, китайских дот за последний срок. Ну, наверное, недельки, эдак две точно в моей памяти. Рекламно-музыкальная, не уходите, никуда не переключайтесь. Напоминаю, что с вами Старский на канале StarLadder 4. Для вас освещаю сегодня наш StarLadder iLeaks Series 3. Будет еще одно Best of 3, но об этом уже после рекламно-музыкальной паузы. E-Gaming Bets. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай, экспресс-сенаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и банды команды. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. EGP.com. Ты точно знаешь, кто победит.